ну что же здравствуйте дорогие друзья и враги я абсолютно всех вас приветствую и сегодня мы отправимся сравнивать российский город чита со шведским скандинавским городом мальме швеция у нас насколько я помню было в сравнении только с эстонией обязательно кстати посмотрите этот ролик и я рад что наконец-то мы сравниваем россию со скандинавской страной швеция город мальме находится на юге швеции недалеко от границы с данией и давайте же приступим к этому городу также я очень рад что был подбор по населению по масштабам городов очень похожий что очень актуально для моих сравнений давайте наверное в этот раз отправимся в какой-нибудь жилой сектор хочется посмотреть на что-то более такое бытовое что ли и вот давайте куда-то на окраину пойдем узнаем насколько же плохо или хорошо живут швеции по сравнению с россией очень часто мы слышим что запад загнивает в россии все хорошо вот сегодня мы это в очередной раз и выясним вот на такие виды мы попали посмотрите июль 2011 7 лет назад уже тогда европа вместе со швецией так сказать начала свое загнивание как это любят говорить видим вот такие вот заборы дворы фасады растительность как я могу наблюдать что в европе ничего не запрещают во дворе сажать как я это часто слышу очень красивые ухоженные заборы также я вижу что в отличие от финляндии здесь насколько я понимаю официально заборы не запрещены но также есть и похожая ситуация как финляндии живая ограда или зеленая ограда иными словами напомню что в финляндии когда запрещали заборы люди проявили смекалку и сделали забор из зеленой ограды но при этом они были невысокие в основном поэтому очередной раз хочу напомнить всем жителям россии и также стран постсоветского пространства что заборы не стоит делать трехметровые дорожное покрытие видим здесь в норме пусть не идеальное но ездить можно для такого отдаленного места в городе мальме это вполне нормальная картина присутствует тротуар пусть даже не широкий посмотрите какая брусчатка ну в общем то здесь и сказать мне нечего хочется просто молча за этим наблюдать беспроводные столбы как я это люблю при этом на окраине города в жилом секторе это тоже очень сильно радует вот здесь идет стройка вот вам шведская стройка как вы видите не из какого-то фанерного материала а то также многие любят кричать что всех вокруг сносит ураганом ветром кроме их избы с амана и вот обратите внимание на интересный факт хоть идет стройка какая-то вот разруха да ну такая вынужденная и при этом все равно люди ставят цветы вот это вот такой вот я не знаю прям символический момент любовь к красоте вокруг себя несмотря на то что здесь происходит стройкой действительно такая прям основательная ну вот небольшие недостатки мы видим ну что то здесь надломилась забором немного подзаросла да даже не подзаросла это я так понимаю постригли и забыли убрать вернее даже не успели и довольно таки живописная улица нам попалась в целом я узнаю скандинавию здесь виды более как-то урбанизированные за счет заборов по сравнению с финляндией поскольку я хочу сказать что это больше напоминает финляндию само собой скандинавия норвегия немножко как-то по-своему отличается норвегия мне больше напоминает какую-то американизированную скандинавию в плане архитектуры здесь же что-то близкое к нидерландам к германии посмотрите вот на эти домики крыши все в таких красивых темных тонах смешанная с белым вы только посмотрите на эти дворы и на этот грамотно подобранный европейский дизайн при этом если присмотреться то крыша но не прям уж такая роскошная мы даже в латвии новостройки частного сектора видели посерьезнее крыши материал для кровли и при этом все выглядит очень сказочно очень как-то нереально здесь конечно и понимаешь почему многие жители каких-то снг провинций часто говорят что на западе все не настоящие но естественно они это не видели они это не щупали конечно для них это не настоящая но они забывают один момент это конкретно для них не настоящие видим также и что-то более такое напоминающее нам снг какие-то тряпки повешены не сказать что это прям плохо и не сказать что это прям хорошо ну вот такой момент я тоже замечаю еще один двор посмотрите ну это просто загляденье и флаг швеции вот это настоящий двор патриота давайте же отправимся в чету посмотрим виды данного города также отправимся куда-нибудь поближе к окраине в частный сектор вот хороший район я вижу и давайте же к нему перейдем вот на такие виды мы попадаем вы знаете даже когда вид начинал только погружаться мне показалось что вид вполне неплохой но когда это все отобразилась в полной мере то вижу что на обочине присутствует пыль заборы ну относительно конечно опять же россии заборы не самые худшие вот этот деревянный еще куда не шло есть какой-то сайдинг с растительностью но больше что-то похожее на заросли не ухоженность нет никакого бордюра тротуара много мусора и много пыли видим лужи и на самом деле дорожное покрытие не такое уж и плохое я бы сказал даже что она очень похожа на то что было в швеции без всякого сарказма просто здесь пыль скрывает все это качество относительно нормальное потому что в шведском частном секторе ничего прям особенного я в асфальтировании не увидел но при этом смотрите здесь есть негативный момент в плане дорожного покрытия то что она присутствует на более второстепенных улицах видим вот такие ямы лужи ну здесь и говорить не о чем металлический профиль на заборе но фасад фасад даже хотелось сказать неплохой мне непонятно что это такое вообще смотрите вроде бы сделано все из тарья но покрытие довольно таки неплохое видимо как-то это все штукатурили с такой текстурой под блоки растительность вполне неплохая растительность природа она везде по-своему прекрасно здесь это видим такие елочки или ели кустики но трава уже запалена на обочине также нет никакого нормального тротуара вот здесь что-то похожее на тротуар ну это даже смешно столб находится во дворе конечно же нужно приватизировать все что можно так сказать как можно больше ухватить и побольше унести продолжаем двигаться ну в общем то виды уже вполне понятны выходим на более крупную дорогу но при этом картина особо у нас не меняется ну и также касательно столбов видите что здесь уже нет каких-то беспроводных вот заросли под ними давайте немножко посмотрим сравнение двух перекрестков в частном секторе ну слава богу хоть еще один положительный момент я увидел это вот такие вот красивые зеленые холмы в городе чита хотя бы издалека за этими всеми унылыми крышами мы можем полюбоваться какой-никакой природой также насчет того что находится во дворах в целом я смотрю какие-то старые постройки вроде бы что-то растет не самый худший вариант но как вы видите это далеко уже не швеция я вам недавно показал двор настоящего патриота швеции и соседние дворы примерно такие же теперь я думаю стоит посмотреть крупные районы города и давайте наверное возьмем напротив что-то более такое оживленное посмотрим какую-то плотность застройки вот здесь мы видим что-то такое похожее на то и вот на такой вид мы попадаем на какая-то крупная дорога проходящая через какие-то основные улицы какой-то может быть крупный проспект вот смотрите как он выглядит что мы видим видим до какой-то мусор 3-4 бумажки автобусную линию дорожное покрытие здесь действительно уже на порядок лучше чем в частном секторе этого же города мальме фасады сразу же заметны эти знаменитые шведские тона шведская архитектура это чувствуется что мы действительно попали в скандинавию а конкретно в швецию здесь же напротив что-то больше похожее на такое российское хорошо ухоженный дом в каком-нибудь средней величины российского города просто хорошо ухаживать и будет вот такой вот результат у тротуар вполне обычный из какой-то посредственной плитки брусчатки есть тактильная плитка для слепых людей инвалидов стал бы здесь конечно уже с какими-то проводами идут не совсем идеально пусть и не сильно напутано как где-нибудь в азии здесь дорога еще лучше июль 2017 посмотрите на эту всю красоту вот такие вот газоны плитка по-прежнему не первой свежести но все-таки какой-никакой вид нормальный посмотрите только вдаль на эти фасады обратите внимание на эту чистоту аккуратность здесь даже и добавить нечего давайте перейдем поближе к мосту снова цветы очень приятно смотрится много зелени в городе и вот обратите внимание вроде бы дорога не идеально чистая немножко пыль присутствует это тоже можно к минусам отнести но при этом посмотрите как все вокруг красиво чисто вы скажете это июль лето но и в чите мы смотрели летние фотографии также постараемся найти что-то более оживленное здесь как-то с этим немножко проблемы давайте перейдем вот в такой вид но по всей видимости это вот такая вот улица вот смотрите на какие виды мы попадаем ну здесь честно говоря и ничего не хочется уже говорить вот это вот здание она сразу же нам дает понять что давайте переключайте дальше здесь не на что смотреть выходим на перекресток по тому же принципу как и в городе мальме здесь видно новостройки вполне неплохие ничем может быть не уступающие по качеству тому что мы можем найти даже в швеции мы рядом тоже что-то советское какой-то вот кинотеатр еще ладно куда не шло вот эта архитектура отсюда плохо видно но выглядит вполне неплохо может быть даже и похоже чем-то на какую-то скандинавскую архитектуру более таких ранних времен газоны вытоптаны вы видели какие газоны были на улицах в швеции пыль на машинах посмотрите дорога с дырками ездить как бы можно но для крупной дороги даже российского города это немножко уже не то хотя я вижу что улица действительно такая оживленная наверно это даже центр вот этот забор я думаю говорить даже нечего рекламные щиты при этом в этих дворах стоят вот с такими развалюхами и светофор смотрите висит он непонятно на чем вообще нанотехнологии на святом духе все держится вот вполне нормальный газон вот так можно было бы сделать и по всему району вот что-то неплохо тоже вполне нормальный фасад но сзади снова вот такая вот картина посмотрите на этот район мы здесь можем видеть по таким 3d фотографиям что все места выглядят таким образом посмотрите даже на и вот эти вот все домики частные которые стоят даже по уровню и посмотрите на дворы которые находятся между этими всеми домами это и какие-то беседки в конце двора и какие-то красивые аккуратные может быть даже сарайчики склады вот мы видим многоэтажный двор к сожалению панорама это понимаю там нет но хотелось бы очень хотелось бы посмотреть многоэтажный двор в швеции ну вот смотрите какой то я совсем такой старенький двор нахожу в швеции вот таким образом он выглядит смотрите как все ухоженное все красиво видно уже стекла балконы как-то уже с более такой старой стилистикой посмотрите как все это прекрасно выглядит как это свежо все выглядит вы только посмотрите на вот эти вот все казалось бы на первый взгляд простые но очень эстетичные идеи с газонами вот эти вот булыжники видно что за этим всем ухаживают с такими вот лавочками вот такой вот двор в шведском городе давайте найдем сразу же наверное двор в городе чита поскольку думаю я не выдержу сейчас пройти несколько улиц еще в чите также можем мельком посмотреть на дворы но здесь вообще непонятно что посмотрите на эти все дворы это больше похоже на какие-то склады сверху давайте же отправимся в многоэтажный двор вот находим даже по планировке что-то очень похожее но такое вот место но это даже слов нет у меня это просто нет слов также какая-то дорога между дворами может быть немножко по-другому здесь все таки больше какая-то дорога проходит но вижу что со дворами картина совсем иная хотя вот этот двор для российского двора вполне неплохой фасад вроде бы не совсем такой старый хотя тоже панельки ну вот вы сами понимаете куда мы попадаем после шведского двора вот здесь конечно для россии вот меня здесь радует что есть какой-то полу сквер какой-то проход во двор пусть и с тропинками но выглядит это как-то уже поинтереснее чем то что мы насмотрелись в россии но тем не менее после швеции здесь смотреть не на что но давайте напоследок взглянем визуально на эти два двора и думаю на этом можно будет закончить в общем вот такой вот у нас не знаю хорошее плохое сравнение получилось мы вроде бы видим и прекрасные виды в швеции наслаждаемся но при этом и видим полный хаос в казалось бы вполне таком известном нормальном областном центре россии город щита это просто мне не верится в общем буду отходить от шока может быть от депрессии что не нахожусь я вот в одном из таких дворов не забудьте показать друзьям знакомым этот невероятный контраст не забудьте написать свое впечатление свои советы в комментариях если у вас таковые имеются также можете поставить лайк если вам понравилось это видео это также поможет продвинуть мое видео мой канал в системе youtube для меня это очень важно я очень ценю вашу поддержку до скорого ждите новых роликов а м 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 Субтитры сделал DimaTorzok